Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, что произошло на этой неделе, какие новости мира World Warcraft у нас происходят, но перед этим всходу, как всегда, ты мовички! Ты мовички! Это когда ты идёшь неожиданно по городскому парку, и тут, Беллочка, как хвать тебя за твои орешки, да? Это невероятное ощущение, что ты нес с собой орешки, чтобы покормить Белочку, безумные ощущения, поэтому сходу поставь лайк, подпишись на канал, нажми колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Оставь свой комментарий, что ты думаешь по данному поводу, да? И начнём мы, ребяточки, с человека, который действительно играет в игру World Warcraft. Это Срэкстроя. Что он сделал? Он, значит, повесил себе сущность 0 как бы щита, 0 щита, выпил алкоголя из горы, да, назовём это так, из чёрной горы, да, который тебя дамажит. Подождал, пока на него выбежит миллион двойников с порчи, заезжал 0 щит, снял всю одежду и в невидимости начал всех ваншотить эффектом 0 щита, который, очевидно, отражает урон, вот, и начал ваншотить игроков, да? Так неожиданно, а главное, приятно. И примерно нечто подобное, да, он сделал просто с персонажем 20-го уровня, он сделал миллион бустов, камбустов и просто спамя бесконечно шквал за мага 20-го уровня, буквально за пару-тройку кастов шквала, которые у него очень быстро кастовались, он ваншотил игроков 120-го, да, фул гири, да? Классические новости от Рэкстроя, да? Казалось бы, вовсю, ребяточки, у нас идет новость о том, что вот он World of Warcraft опять, да? World of Warcraft грядет, все сказали, что Генри Кевилл, это который Геральт, это который Супермен, очень подойдет на роль Артаса, если будет Артас, Близзарды, не Близзарды, все сказали, ну, согласен, подойдет, однозначно. И, конечно же, вылез Крис Мэтсен из своей берлоги, у которой берлоги олдскулы, свело и говорит, а что если новый Warcraft будет про то, что вот Тирион сидел-сидел, сидел-сидел, ненавидел орков, а потом неожиданно познакомился с другим орком и начал любить орков. И я думаю, Крис, пожалуйста, остановись, эти орки уже задолбали, давай лучше Короля Лича, Крис Мэтсон там своими идеями, Крис, какая-то ситуация, да? Может, ты и мог раньше нормальную какую-то реализовать идею, да? Но сейчас ты уже не в Близзард Энтеймент, да? Сейчас в Близзард Энтеймент все на уровне молекулы, люди, которые хотели организовать идею, и на уровне монстра, захватщика молекул, пиар-менеджера и так далее, которые хотят только продать игру, а не сделать интересную историю. Так что, Крис, успокойся, вот, успокойся, ребятки. Значит, новость у нас в принципе интересная. Пробные персонажи останутся по-прежнему 20 уровня, как вы помните, да, то есть до 20 левела можно было качаться в БФА и также в Shadowlands можно будет качаться до 20 левела. В целом, это интересная тема, интересная и прикольная, вот, особенно для всяких там любителей поиграть на 20 уровне. Я знаю, так и их людей есть целый костяк. Любители поиграть на 20 уровнях, там они одеты лучше, чем мы на 120, да? И, ребятачки, начинается, вот, буквально началось на ПТР тестирование 1.13.6 на Ксрамоса. Невероятное ощущение. Любители классики встали и говорят, ну вот, теперь-то точно будет топ-конт. Сейчас вот действительно сложная игра, а в итоге опять за первый день всех победят и как бы всё, да? И как бы всё, но как бы тестируйте аддон, которому 15 лет. Отличная игра, кстати, да? Спасибо большое и, естественно, Blizzard Damned на фоне всего этого намекнуло, что с заканчиванием, очевидно, ну, с выходом при патче Shadowlands и четвертый сезон Battle for the Road заканчивается и, естественно, ну, пропадут определенные вещи, о которых я рассказывал в видео ранее, да? Это вот пробужденный червь сомнений нельзя будет получить, Зоня пробудившийся за 15 ключей, вот это ключник-завоеватель, ачивка, значит, герой своего времени Нзот и на кромке лезвия Нзот нельзя будет получить, да? Вот это всё нельзя будет получить, вот, ну и, казалось бы, чёрт бы с ним, PvP-со заканчивается, в рейды в ключи по-прежнему можно будет ходить, что вы понимали, они будут сильно урезаны, об этом, возможно, поговорим чуть позже, они будут урезаны, да? И, значит, интересная и приятная новость, которую, наверное, Blizzard специально сделали, чтобы порадовать, что вы понимали, на припатче по-прежнему ледяной шквал с Джайны и, соответственно, хренатень с Неолоты, с щупальцами, да? с Нзотом, будет падать также две штуки на рейд со 100% шансом на эпохальной сложности, да? То есть, это значит, что можно до самого выхода Shadowlands нам троить Джайну и рофлить, веселиться. Но только один минус, да? Порчи-то у нас уберут, и это значит, что могут порезать огромное количество урона. Ну и вроде, как я и говорил, рейды и ключи, они понёрфили, поэтому, возможно, можно будет также хорошо проходить, как и раньше. Ну, посмотрим, да? Посмотрим. А сейчас, ребяточки, хочу сразу заранее вам сообщить, что не надо к этому относиться прямо вот с Батхёртом, да? С Батхёртом успокойте свои чресла и даже не пытайтесь написать у меня нетолерантные слова в комментариях, потому что их YouTube сразу заблочит, поэтому, как бы, не надо этого делать, просто адекватно давайте подумаем на этот счёт. Недавно Blizzard Entertainment рассказала о ЛГБТ-темах в Shadowlands, да, которые нас ждут, и они сказали, следующее, про Матиаса, шоу, и, очевидно, Флина, Firewind, они сказали, изначально, Матиас и Флинн просто работали бок о бок во время событий, но химия между этими персонажами вышла куда более на глубокий, прям, это даже не рофл, это прям, вот так они сказали, на глубокий уровень отношений, чем просто друзья, и у них понеслось, да, им показалось это уместным, интересным и так далее, как вы знаете, Пелагий, это один из, у Кири будет, насколько мне известно, один из вот этих вот челбасиков, которым мы таланты будем качать, да, он у нас трансгендер, да, он у нас трансгендер, сначала он был девушкой, а потом, когда стал Кири, да, он стал мужчиной, но он просит называть себя мужчиной, вот, без всяких каких-то других решений, и, как бы, вот, да, об этом можно узнать, если с ним поговоришь, прям, конкретно на эту тему, да, прям, вот, выберешь соответствующие диалоги, смена пола в парикмахерских, что лично мной, конечно же, ура, приветствуется максимально, поскольку, ну, было платно, стало бесплатно, все очень просто, да, значит, куча всяких вот историй про однополые браки, там у нас будут в сюжете, да, так вот, ну, косо, 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 очень косо, да, мимо, как бы, да, косо мимо, да, какие-то вот такие рассказики, в Легионе, кто не знал, у нас тоже есть, между прочим, однополая пара, да, с наложением чар, они там были, стояли, в общем-то, что хочется сказать, на мой взгляд, да, я безумно рад, конечно, что Близзард, ну, поднимает такие темы, вот, но именно вот так поднимает эти темы, да, что важно, то есть все вот эти вот Матис, Шоу, Флинн, Фейрвин, Пелагий, вот эти вот все однополые браки, они, понимаете, они есть, но они вот тебе прям не тычут этим в лицо, прям, знаешь, вот это не часть сюжета, это вот, вот у тебя не становится неожиданно Король Лич, скрытая любовь у них с утором, да, они вот уже по сюжету тебе не надо смотреть, как они сексом занимаются и что-то такое, да, они не тычут тебе, как это вот сейчас везде, понимаете, сейчас везде тебе этим тычут, иногда ты прям вот включаешь какой-то фильм, вроде новый, вроде нормальный, и тут тебе прям тычут, да, это не важно, это как бы получается на этом строится, как бы сюжет, грубо говоря, да, то есть одно дело, когда, ну, вот есть человек, да, вот такие у него какие-то предпочтения, это я считаю хорошо, а когда тебе в лицо тычутся прям в наглую, да, ну, просто чтобы было, знаешь, вот ты прям чувствуешь, чтобы было, да, вот, это такое себе, в случае с Blizzard Entertainment я вот опять же таки вижу это, чтобы не просто так было, потому что отношения Матиса и Флина, они чисто в книжке и полагают как-то будут, возможно, в диалогах, где-то там это проходить, да, с Пелагием тоже надо там посидеть, поговорить, поузнать его жизнь получше, да, потыкать диалоги, то есть, если бы, как говорится, не я, можно сказать, об этом никто бы из вас и не узнал, да, то есть, если бы просто играли, бы играли, нигде это не написано, если только не залезть прям в глубину, не дочитаться, в глубину, да, и не дочитаться, я это уважаю, да, безумно уважаю вот эту вот всю тематику, да, я абсолютно за полное свободу мнения, безусловно, люди делают то, что им нравится, главное, чтобы другим людям это как-то не мешало, да, и в данном случае я считаю, что они как раз-таки хорошо это показали, да, потому что, ну, сейчас сами знаете, тема с сообществом вокруг всего мира сейчас крутится, вот это вот все запрещенные фразочки, ничего нельзя, короче, говорить и так далее, ну, как бы я считаю, что вопхнули в игру более-менее здравомысленно, более-менее здравомысленно, нежели, как бы это происходит в последнее время очень много где вопхнуто просто так, просто так, вот тебе прям, вот там, смотри, вот это вот, да, и все, да, вот и, ну, ну и все, как бы на этом, до свидания, все, поговорили, да, значит, у нас, ребяточки, развивается пиар-компания, очевидно, уже пошла жесткая Shadowlands и Blizzard уже, как бы, прикупили какую-то пиар-фигню, да, значит, Pull&Bear, Pull&Bear выпустила логотипные всякие с Blizzard, с Warcraft, там, по катаклизм какие-то футболки, какие-то серии выпустили, да, микрофон Blue Yeti тоже с надписью, как вот, как мой, да, только с надписью World of Warcraft на нем, да, то есть, все уже идет, все это, всякие вот эти вот, как их, навигаторы тоже, там, за Даларан ездят, да, и так далее, всякие лиданы там, ну, короче, пошло-поехало, ребяточки, так что продажи где-то там, рядом, где-то там, рядом, значит, что еще хочется сказать, начались последние денечки, с 8 по 10, как говорится, число, кому это интересно, идут финальные матчи Overwatch, очень напряженная игра, профессиональная, да, и, если будете смотреть, вроде как, за час вы получите Overwatch League 20 Grand Finals Graffiti, за 2 часа домашние облики для Tracer, выездные домашние облики для Tracer, и каждый час по 5 жетонов Лиги будете получать, что бы это, черт подери, его не значило, да, ну, короче, какие-то плюшечки для тех, кто любит Overwatch, все-таки, как говорится, из мира World of Warcraft, новости неожиданно, да, значит, интересная новость, интересная, да, Blizzard рассказали, чем они займутся, вот, до Shadowlands выхода, да, а конкретно, они решили заняться, значит, чем? Утроба им, по советам, показалась пустой, безжизнной, неинтересной, и они решили над ней работать, ну, безусловно, безусловно, на мой взгляд, вот эта вот утроба, башня Таргаст, это дерьмище какое-то, вот, честно говоря, я очень много на нее ставил надежд, вот, надежд, и я хотел бы, чтобы она была по принципу, скажем так, жутких видений, потому, жуткие видения мне понравились, да, но именно по принципу, что ты приходишь, какой-то челлендж, да, ты, ну, ты стремишься, да, какие-то там, что-то обновляется, ты к чему-то идешь, да, пока все, что я видел, как выглядит это, Таргаст, смотри, это вот ты просто бежишь вперед, убиваешь мобиков, да, где-то спулил слишком много, God damn it, пришлось погибнуть, да, окей, в следующий раз не будешь, по чуть-чуть их убил, и так далее, идешь, то есть тебя не тянет никакое время, ты не чувствуешь челленджа, ты просто, ну, просто идешь, да, просто вот идешь, типа становишься сильнее, ну, какая-то это вот занудность, занудность, и вот я, казалось бы, что, я бы сказал, да ладно, Бог с ним, если бы это не было, скажем так, еженедельной активностью, да, то есть ты просто будешь вынужден сидеть и обязательно залезать, скажем так, в дырочку, залезать в эту дырочку, проходить макияж, получать там реагент для легендарки, и радоваться этим реагентом для легендарки, такие дела, причем, сколько по идее, сколько там, я считал, месяц, по-моему, да, надо, чтобы идеально легендарку скрафтить, по-моему, сам большой salt level, надо вот месяц, если идеально проходить, то месяц, вот, четыре раза пройти, вот, не зная потом зачем, на чем еще нужно будет ходить, если ты, по идее, какую-то бисовую легендарку скрафтишь, Что еще делать, типа копить, на всякий случай, ну получается, что так, ну короче, это меня жутко не устраивает, и вот они решили тоже это как-то менять, к слову, теперь более интересная, кстати, в этом русле весть, они хотят еще к тому же и вот эти системы проводников изменить, если раньше, значит, когда ты проводники впихиваешь, можно было их в течение 7 дней только поменять, через 7 дней, ну короче, в среду, да, то есть до среды, ты, как бы, ничего не поменяешь, только один раз поменял и все, да, они это убирают, вот, проводники, если что, это вот как сущности, короче, меняли мы, вот, только там то же самое будет почти, да, как сущности поменять, теперь у нас будут заряды, поначалу у нас будет 10 зарядов, да, и, соответственно, ты, когда вставляешь, тратится заряд, когда вставляешь, и в каждый день один заряд, как бы, кэдэшится, да, ну, уже более-менее что-то неплохое, да, потому что все проводники ты все равно менять не сможешь по КЛД, по КД, да, так что вроде как бы неплохо выглядит, да, и вот только до 10 они копятся, да, ну и балансируют классы, комменанты они и так далее, ну, как говорится, cool story bob, как мне очень понравилось, не знаю, заметили вы или нет, вот, когда эта вся тема случилась с Варкрафтом, когда они отменили его, они сказали, мы стремимся соответствовать качеству Blizzard, да, вот это мы, качество, качество Blizzard, да, интересно, когда последний раз было качество Blizzard, вот, скажем так, да, это уже чувствуется, что это не качество Blizzard уже давным-давно, к сожалению, да, потому что, как говорится, такое, да, такое, значит, профессиональные люди уже сходу, вот, сходу начали практиковать то, о чем я однажды зарофлил на стриме, и как бы рофл вышел из-под контроля, значит, уже они посчитали, что из-за того, что время от времени появляется Тираник в новых ключах, на бете они сидят, и это очень сильно тяжело для танков, иногда лучше ходить в два танка, в два танка в подземелья ходить на Тиранике, так и лучше, и сильнее, и все дела, а почему? Потому что не стоит забывать, что все танки не потеряли никакой возможности уезжать огромное количество мобов, то есть они могут по-прежнему уезжать неограниченное количество мобов, все ДД, там, пять, там, восемь, в каком-то случае четыре, да, танки, хоть весь инст с агрей и дамаж, и вот я как-то пожутил, что в пять танков собираешь, пулишь весь инст, вот, в пять воинов, и просто по очереди массовым таунтом переагриваешь и держишь, вот, а при этом сами все толпой ауешься, да, это сейчас кто-то услышал из профессионалов, такие, погнали, погнали, ребяточки, к слову о профессионалах, метод, ребяточки, решили возрождать гильдию, да, после того скандала, сексуального скандала, да, когда там какие-то были домогательства, как всегда, вот эти вот скандалы там пролетели, сходу, да, решили они восстанавливаться, настольную книгу правил придумали, какие-то меры примут, если вдруг что не так, советник, левый наняли советника, да, адрес гильдии, серьезные проверки организации всех людей, кто заходит к ним, да, господи, мониторинг лидеров, анализы, тренинг по борьбе с преследованием и дискриминацией, тренинг все прошли, это какой-то тренинг такой, так, не оскорбляй людей, которые тебе не нравятся, бывают люди, у которых жизнь не такая, как у тебя, бывают люди с другими мнениями, что это за тренинг, такой тренинг, что ли, что за чертовщина, да, ну, короче, они хотят возрождать гильдию, типа, в борьбе этих гонок участвовать, кто быстрее закроет, тренинги прошли и нормали, 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 ребяточки, значит, интересная новость, как вы не знали, у ковенантов будет своя броня, ее можно будет одеть, да, у них будет своя броня, и открываться она будет, очевидно, по квестам цепочкам этого самого ковенанта, и, соответственно, на первом ранге она будет 155-го, и улучшить ее можно будет до 197-го и левела, да, на 7-й главе компании, что вы понимали, 197-й и левел, это почти то же самое, что обычка рейда, да, то есть обычка рейда, а обычка рейда это 200-й и левел, да, то есть, получается, маленький все равно это и левел, учитывая, что, ну, наверное, где-то, может, 40, я не знаю, сколько там сейчас самое топовое будет, типа, 240-й, где-то, вот, 250-й, это будет самое лучшее, получается, скорее всего, по и левелу шмотка, а 197-я, это вот это по завершению, как бы, компании, да, звучит это позитивно, думаешь, ух ты, оденусь, да, но вообще сложно представить, в чем суть, потому что, чтобы, понимали, чтобы закрыть полностью компанию, надо ведь получать славу, а славу качать, как люди посчитали максимально быстро, это качать ее как раз-таки 2 месяца, да, да, ребят, да, 2 месяца надо качать, 2 месяца, то есть, получается, 8 недель, я бы даже сказал, не 2 месяца, 8 недель, 8 недель, и вот через 8 недель, теоретически, вы сможете получить 197-й левел, который соответствует обычке замка, да, но через 2 месяца после выхода Shadowlands уже, как бы, будет пройдена эпохалка давным-давно, этого замка, да, и уже будут ее все формить на эпике давным-давно, уже все будут давным-давно одеты, и, казалось бы, вот, прям почти из меня вырвалось, а зачем мне опять 197-й левел через 8 недель, после того, как я уже оденусь, вот, подумаешь, ну, может, для новичка, ну, да, для твинка одеться 197-й левел хорошо, но у него же все равно тоже славы-то не будет, да, ему тоже столько же качать любому твинку миллион лет эту славу, такие вот странные делишки, как всегда, вот, что-то вот, зачем, вот, а зачем, вот, опять, а вот, а зачем тогда вообще она существует, видите, ни при каких ваших возможностях, да, будешь ты хоть новичком, даже будучи новичком, но за 8 недель игры, даже если тебя никто никуда не будет брать, но куда-то же возьмут, где-то ты урвешь за 8 недель игры, ты точно оденешься быстрее, чем 197-й левел, чтобы вы понимали, да, учитывая, что, напоминаю, 200-й левел, это обычка, обычка, 200-е вещи, вон, с World Boss'ов будут падать, понимаете, то есть это, как бы, nice, опять добавление, которое мне, очевидно, не ясно, да, странная тема, значит, следующая новость, которая никому не понравилась, ребятки, к слову, прокачка с хроме, да, как вы знаете, там, выбираете прокачку, качаетесь с 10-го по 50-й левел до какого-то вам нужного дополнения, которое вам хочется, и, когда вы достигаете 50-го уровня, вас буквально через минуту появляется таймер на лице, и вас телепортирует в Штормхрат или Агримар, типа, иди, играй в Shadowlands, что ты там сидишь, то есть без разрешения, без какой-то, типа, а хотите вернуться, да, просто автоматический таймер отправляет в Агримар или в Штормхрат, вот, то есть вы, все, ты 50-й взял, так, смотри, чем закончился Пандари, так, иди взад, не будешь ты этого смотреть, Shadowlands играй, иди Shadowlands играй, или сам возвращайся, как хочешь, блин, что, а почему, а почему, а зачем опять, ребят, а зачем, не, ну, я все понимаю, ну, дайте вы, на лице появляется огромная надпись, вы получили 50-й уровень, поздравляем, вы можете прямо сейчас отправиться в путешествие в Shadowlands, или можете продолжить исследовать эту локацию, да, типа, а, отправиться, б, остаюсь, почему нельзя окошко это добавить, если они уж неожиданно зачем-то захотели повелевать жизнью игрока, вот, странная очень тема, а зачем список пополняется, список озачемности, озачемности, так сказать, да, и, значит, естественно, когда Shadowlands отменили, вот, перенесли, отменили, отменили, да, перенесли, открыли еще и возврат денег, неожиданно, на Shadowlands, на предзаказы, да, и кто-то, видимо, начал уже отменять предзаказы, что для меня странное занятие, типа, зачем отменять, ну, да, отменили, ну, что ж ты, не будешь в нее играть теперь, да, ну, поздно, попозже поиграешь, хватит обманывать самого себя, да, рано или поздно все равно поиграешь, и, как бы, все, ну, ни для кого не секрет, все возможные апы до 120-го, все персонажи Рыцаря Смерти и союзные расы Рыцаря Смерти, которые появились с помощью предзаказа, тоже у вас будут все эти штуки и дрюки заблокированы, да, будет у вас, вроде, стоять в меню, а, вроде, как, вы не сможете за него зайти, и все это будет заблокировано, как ниожиданно, да, также недавно многоуважаемый, как бы, Бризард Тейминг показали Дерево Развитий из Дьявола 4, ну, так сказать, его, типа, ну, какой-то бета-версию, бета-версию, везде написали нефинальную, да, ну, конечно же, оно выглядит, по идее, сзади меня, я решу его показать, да, выглядит оно, конечно же, как дерьмо, безусловно, как бы, не знаю, если вам не лень, можете просто открыть Дерево Развитий Pass of Exile, но в целом, в целом, как бы, да, в целом, как бы, да, это, знаете, это вот, на самом деле, получается, как, получается, как, это вот интересная мысль, интересная тема преткновения, назовем так, проткновение, да, эта тема, потому что, если так задуматься, вот, все говорят, что Pass of Exile лучше и так далее, но на самом-то деле, играбельные билды в Pass of Exile, они, как правило, тоже ярко выраженные сразу на бете организовываются, да, да, там есть огромное мега-супер-дерево, да, мега-супер-дерево, но по факту оно, что оно дает, да, оно дает тебе какой-то один и тот же билд, и, ну, люди там для каждого персонажа делают там один, два, три билда, да, это может быть побольше, очевидно, чем в Diablo сейчас, в данный момент, но все же как бы вот так, да, по сути, ты как бы можешь качать, что ты хочешь, да, но, во-первых, это все ограничено количеством очков, ограничено твоими выборами в течение каких-то там заданий, да, и, допустим, если ты не так что-то вкачал, то проще удалить персонажа, потому что, насколько я помню в Pass of Exile, ты вообще не можешь сменять нормально навыки, ты должен будешь там какие-то фармить сферы, этими сферами что-то менять, их вроде не так легко фармить, ну, то есть, это все бессмысленно, проще за это же время нового персонажа прокачать уже по правильному пути, поэтому, ну, это уже, видите, такое, да, это супер вкусовщина, да, потому что в Diablo, по сути, тоже, ведь, один играбельный билд, по крайней мере, в третий на данный момент, если будет в четвертой Diablo уже хотя бы три билда на каждого персонажа, это уже будет приятнее, потому что играть за одного и того же, как и все, ну, это какая-то унылая тема, изменяется это только на сезоне, на мой взгляд, это супер унылая тема вообще для гринделки, да, ну, дайте хоть немножко разнообразия, типа, три, там, четыре варианта, чтобы они были, ну, плюс-минус, более-менее здравомысленные, адекватные и так далее, но не абсолютно невероятно имбалансным что-то одно относительно других, да, причем такие вот эти вот тупые мувы, типа, выходит сет, он даже никак не поменялся, он точно такой же, как и был, ну, просто у нее теперь урон там на тысячу процентов больше, чем был, был вот на 50 процентов увеличился урон от какой-нибудь там шквала, чего-то там, а там теперь на тысячу процентов, да, и теперь он просто вот, ну, тупо лучше стал, как бы, ну, это очень странно, на мой взгляд, и очень тупо. Итак, ребятушки, у нас, к слову, говоря, начал говорить уже о доспехах кабинанских, да, у них еще, к тому же, будут разнообразные наборы комплекта, да, что вы можете их носить, но опять же таки, давайте посмотрим, что здесь у нас, собственно, будет. Скорость восстановления здоровья вне боя, повышает ценовую характеристику на 70, заклинания, способность некоторых, которые могут в сторону цепляющий свет, скользкое здоровье, опять, вашу ценовую характеристику увеличивается, ну, блин, убийство противника превращается в ремень из хурупера, плоти, ну, короче, как бы, очень интересно, очень интересно, да, вот это все, но опять же, повторю, разве это может быть как-то настолько сильно, это ничего такого особенного не дает, насколько я вижу, невероятного, может, в каких-то там особенных случаях это что-то будет давать, но сейчас бы не одевать лучшую одежду и носить зачем-то худшую одежду, непонятно, да. Естественно, ребятушки, хорошая новость, которая мне очень нравится, безумно, безумно нравится и вам понравится. Уже в препатче, ребят, у нас появится, значит, у маршала Габриэля, маршала Габриэля, и, значит, Зандеры, Зиль, Бармана, да, вот это замечательные два НПС, которые стоят, ну, в соответствующих местах, где они раньше продавали сущности, помните, да, то есть сущности кровь врага, вот это все, в этих местах у них же появится возможность купить ПВП-трансмагрификацию всех сезонов, которые только были, ну, за исключением, естественно, крутой, там, гладиаторской одежды, которая только за рейтинг, да, за рейтинг будет недоступна, но это также хорошо, потому что вот я сейчас смотрю, и вот эти вот, лично для меня, на мой взгляд, наверное, вот уровень шикарности альянсеровских доспехов, да, возможно, на экране тоже сейчас появится, да, если мне не лень будет, ну, они очень шикарные, эти альянсеровские доспехи, балдежные максимально, такие какие-то, они прям вот канонично-ламповые, латные, конечно, да, все остальное мне не очень интересует, в принципе, то же самое можно сказать, сказать насчет ордынских, тоже неплохо они выглядят, мощно, мощно они выглядят ордынские, да, это классно, и, соответственно, вот, вся вот эта тема, как бы присутствует, если захочется, то можно все это будет купить, можно будет все это купить, за, ну, как всегда, вот, 12 почетных знаков, да, 12 почетных знаков, и у вас будет целый сет, ну, я думаю, что именно так оно и будет, по сути, выглядеть, да, 12 почетных знаков, их, если что, легко на БГ наформить, поэтому нормально, 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 значит, что у нас дальше, партняжное дело, у нас не получится никаких изменений, вообще, и сумки будут по 30, по 32 ячейки, как и раньше, то есть, ну, ничего интересного и особенного, да, Близарды сказали, что нефиг, как бы это, слишком много дырочек, нам куда запихнуть что-то, давай, давайте, все успокоимся, да, и коли мы тут уже недавно говорили о Дьявле, вот, буквально недавно, появилась акция, скидочка до 12 октября, 50% на все, что можно купить в Дьявле, а я что-то смотрю, там, сколько там всего, там, да, и некроманта платного, и еще что-то, да, ну, короче, скидочку, сделали на Дьявлу 3, 50%, мол, играйте, топ, 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 и, ребяточки, значит, что еще у нас интересно, интересно то, что хвастались мы хвастались, и дохвастались, варлордсов Дренор, порезали очень сильно опыт, знатно, со всех почти, вот этих вот заданий, да, вот, дополнительных, и поэтому там теперь уже не так приятно, но по-прежнему все-таки вкусно, 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 да, но они понерфили, ну, вот любят они, да, занерфить неожиданно, что-то абсолютно бессмысленное, а зато оставить что-то абсолютно нужно, занерфлинуть на свободе, да, и, значит, что у нас здесь, что у нас здесь, интересная новость, как раз таки о том, что у нас будет, понерфлены в препатче, рейды, и, соответственно, ключики, да, способности из неолоты города, будут ослаблены 25%, да, из подземелья, процентов на 13,5, будут ослаблены все способности, по нанесению урона, да, ну, то есть, как бы, ходите, типа, классно, а чем вам еще заниматься, ближайшие месяца полтора, да, месяца полтора, обязательно, ребятушки, сажите, что вы думаете, по данному поводу, что у нас тут происходит, как вы думаете, насчет этих всех новостей, изменений, что-то прям много сегодня, максимальное количество, вот, и это, в принципе, даже и хорошо, в принципе, даже хорошо, так что, посмотрим, что тут Blizzard нам рано или поздно заклепают, надеюсь, будет, будет хороший аддон, вот, и, надеюсь, при патче будет, ну, жизнеспособно ходить на джайну, жизнеспособно будет все, что можно, чтобы как-то себя, хоть как-то развлекать, да, хотя мой вам совет, безусловно, идите куда-нибудь, отдохните в другие игры, поиграйте, да, меня смотрите, как бы стримы, там все дела, да, сами играйте в другие игры, нечего тут время свое терять, сейчас особо, как бы делать нечего, хотя с другой стороны, по сути, ничего особо сильно не поменяется, да, опять же таки, что вот у нас есть, процесс получения, лучший шмоток, репутации прокачки, теперь славы прокачки, да, и еще и репутации, сверху прокачки, да, выполнения локалок, то же самое будет и в Shadowlands, один в один, только на новых локациях, и типа с новым, как бы сюжетом, да, ну, как бы по сути, именно геймплей, никак не поменяется, абсолютно, да, получается, разве что, вот, способности, там, другие у боссов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но, на мой взгляд, все эти способности, уже давным-давно, друг друга себя дублируют, да, и незначительные изменения там происходят, так это одни и те же способности, что мы уже по тысяче раз видели у боссов, и это обычное дело, да, ну, и как всегда, ребятушки, Бак-бак-бак-бак-бак Жу-у-у